Что такое счастье? Кто знает ответ? Что такое счастье? В чем его секрет? Эти маленькие зрители сегодня впервые пришли на спектакль. Точнее спектакль пришел к ним, потому что для родителей особенных детей по тем или иным обстоятельствам неприемлемо со своим ребенком посещать театры и выдерживать, пусть даже очень захватывающее двухчасовое представление. Это обстоятельство и заставило актрису театра «Огниво» Марию Кузнецову создать специальную постановку для маленьких зрителей, учитывая особенности их здоровья. У меня родилась такая мысль, что вот именно сказка, чудо стучится в дом к детям, которые не просто ждут, а кому это невероятно необходимо, важно. Проект «Мария и сказочный марафон» поддержал губернатор Московской области, а затем и коррекционные школы, детские дома и центры. Открыла двери сказки и руководитель детского центра «САВА». Она, как никто другой, знает, как это важно – социализация для детей. Она, которая победила болезнь собственной дочери, знает, как важна поддержка родителям, на долю которых выпали серьезные испытания. Добрые дела не остаются незамеченными. Они светят, как маяки для тех, кто в них нуждается, кому нужна помощь. Я уверена, что наш проект именно такой, и он даст пример для других. Еще Лев Николаевич Толстой говорил, чтобы почувствовать добро, необходимо начать творить добро. Благодаря мобильным декорациям, сказка о трогательной дружбе белого мышонка Тима с мальчиком, прикованным к инвалидному креслу, может быть показана даже в небольшой комнате. Намного труднее родителям выбраться из своего затворнического мира, где они со своим ребенком живут только мыслями о болезни. Именно к ним в дом и стучится Мария вместе со своей сказкой. За три года существования проекта историю о поисках счастья увидело такое количество детей, что и подсчитать никто не возьмется. Пройдя много семей в многих домах, сразу видно, кто относится к проблеме. Когда родители относятся к этому, ну вот как данности, они принимают это как есть, и на самом деле они счастливы, и дети счастливы. Есть целое направление сказкотерапия, которое помогает благодаря куклам проиграть любую ситуацию, которая страшит или наоборот доставляет море радости. За 30 минут, пока идет спектакль, маленькие зрители вместе с мышонком Тимом пугались посторонних звуков и ночи, радовали знакомству с новыми и очень необычными персонажами сказки. А в это время их крепко обнимали самые родные в мире руки. Ведь сегодня для этих мам и их детей очень важное событие. Они впервые на спектакле. Для Ани очень трудно высидеть несколько минут на одном месте, зато совсем несложно к четырем годам оказалось выучить три языка. А вот этому улыбахе, который активно реагировал на все, что происходило с главными героями сказки, не составляет проблем решать примеры с трехзначными цифрами. А ведь ему только три года. В мире нет одинаковых людей, как не бывает в природе двух одинаковых цветов или деревьев. Мы все очень разные, но в одном очень похоже. Каждый из нас хочет быть счастливым. А я, кажется, все понял. Счастье-то не нужно. Не, оно всегда рядом. И вот так много вокруг. И оно у каждого свое. Дарья Линская, Константин Химичев. Информационная программа «День». Ура! Ура!